Дорогие зрители, имея актуальный повод, в специальном выпуске мы продолжаем этот медийный комментарий, потому что демонстрация против образовательного плана правительства Земли, мирно начавшись, не могла быть доведена до конца как запланирована. Демонстранты одной демонстрации противников, близкие к образу жизни ЛГБ, ДТИК, чрезмерно мешали демонстрации, пока в конечном итоге дело не дошло даже до того, что по совету полиции инициаторы преждевременно закончили демонстрацию. Самым разумным было бы, если вы объявите все собрание как таковое оконченным, прежде чем это приведет к стычкам. Тогда надо сказать, вот и все теперь. Мы мирные демонстранты, мы не хотим того, чтобы людям был нанесен ущерб. Я тоже так думаю. Поэтому самым разумным было бы сказать, хорошо, прежде чем дойдет до жестоких стычек, мы все это дело распустим. Да, мы надеемся, что СМИ передадут эту агрессивность со стороны противников. Как вы видите, все записывается. Полиция просит нас распустить это собрание, чтобы это не привело к эскалации. Также потому, что с нами демонстрируют дети. Мы не хотим жестокости, мы не хотим эскалации. Мы мирные демонстранты. Мы защищали наши родительские права. Чтобы ситуация не привела к эскалации, полиция попросила нас распустить демонстрацию. Мы хотим демонстрировать мирно. Но если это здесь невозможно, тогда нам надо в защиту всех нас распустить собрание, чтобы не возликло никакого насилия. А также в защиту детей, которые идут вместе с нами. Я нахожу это позорно для нашей демократии, что мы не можем свободно воспользоваться своим правом на демонстрацию. Так что нам преступным путем помешали. И я нахожу, что это позор для нашей демократии. Мы будем пытаться организовывать дальнейшие протесты до тех пор, пока зелено-красное правительство земли не возьмет этот образовательный план назад и не сформулирует в согласовании с родителями новый план. На многочисленных плакатах сторонников образовательного плана можно было прочитать «Толерантность хочет, чтобы ей были научены» или «Толерантности нужен мозг». Призыв к толерантности был главным и очень заметным требованием группы ЛГБ, ТТ и КАР. По отношению к онакомыслящим демонстрантам, они никоим образом не могли доказать это требование на практике. Совсем наоборот. Вместо того, чтобы самим мирно демонстрировать, они мешали демонстрации мирных критиков образовательного плана свистками, выкриками, лозунгами, вплоть до рукоприкаватства. Так что полиция едва ли могла контролировать ситуацию. Так поведение демонстрантов, близких к ЛГБ, ТТ и КАР, поразило интолерантностью по отношению к людям с другими убеждениями. Поэтому позволительный вопрос – разве нельзя ожидать от людей, решительно требующих толерантности по отношению к самим себе, что так же и они сами толерантны по отношению к людям с другим мировоззрением? Чтобы вы, как зрители, сами могли составить свое мнение, мы покажем вам различные отзывы прямо с демонстрации. Чувствуете ли вы себя на демонстрации в безопасности? Я точно не могу сказать. Полиция предупредила нас, что дело может дойти до эскалации. Антифашисты настроены против нас и называют нас правопопулистскими подстрекателями. Поэтому у меня есть некоторая тревога касательно безопасности демонстрантов и детей. Как вы себя чувствуете здесь на демонстрации до сих пор? В принципе, я вообще не чувствую себя в безопасности. Я хотела идти дальше. А когда дальше уже было некуда, то двое человек, мужчина и женщина, с плакатом встали и впереди меня и надавили. А другой вывернул на палец. На меня, так сказать, напали. Хотя я ничего не сделала и хотела только идти. Этому мероприятию помешали группы, которые именно и хотят расстроить его. И я нахожу это вообще-то интолерантным. Я также нахожу это несколько слабоватым со стороны полиции, что они приостановили марш. Хотя очень много людей хотели двигаться вперед. Он был приостановлен более чем на полчаса. А на другой стороне было ничтожно мало людей. Я приехал сюда и думал, что смогу воспользоваться своей свободой слова, одним из важнейших основных прав в нашем государстве – свободой на демонстрацию. Теперь я разочарован полицией, что она не распустила демонстрацию противников, которые приобрела почти что принудительный характер. Жаль, мы собрались здесь для мирной демонстрации, а под конец нас так без церемонии заблокировали, и полиция не может или не хочет ничего делать. Жаль, что это так закончилось, так как это просто интолерантно со стороны тех, кто требует толерантности. Это противоречит друг другу. Жаль. Чего от нас требует – это не толерантность, а акцептация. Акцептация – значит приветствовать что-то. Это то, чего от нас требует новый образовательный план 2015, чтобы мы приветствовали все сексуальные направления. А этого я просто не могу. Это говорит мне моя совесть. И я считаю, что если они требуют толерантности, то им надо толерировать мое мнение и мою совесть. Здесь надо различать между толерантностью и акцептацией. Это такие же люди, как, например, я и вы, и я не презираю людей. Если я разговариваю с девятиклассницами, то все они без исключения говорят, мы хотим верности, одного мужа на всю жизнь, брак семьи, детей. Вопрос к господину Герстер. Как вы сейчас пережили то, что здесь происходит? Политическая дискуссия, демократическое, сосуществование невозможно без свободы, без респекта перед правами других. А что мы здесь переживаем – это полная противоположность. Это значит, демонстрация совершенно мирных людей невероятным образом просто блокируется. Были стычки, были отключены кабели питания, я сам видел это. Кто-то хотел предотвратить произнесение речи организаторами. На людей здесь кричат. Что мы здесь переживаем – это что-то совсем иное, чем демократическая культура. Мы не являемся интолерантными, и также хотим, чтобы толерантность была в силе для всех жителей нашей страны. Но мы не хотим акцептации сексуального многообразия в школе против воли родителей. На этих впечатлениях мы прощаемся на сегодня из Штутгарта и желаем вам всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!